В округе уже началась череда мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества. Они остаются в стороне и образовательные учреждения региона. «Я, Россия, готовлюсь тебя защищать» в соревнованиях под таким названием учащиеся Ненинского профессионального училища показали все навыки, необходимые будущим солдатам. Вся страна готовится к наступающему 23 февраля. В Наринмаре студенты профессионального Ненинского училища в честь праздника решили провести соревнования. Давайте узнаем настроение, ребят, и в чем заключается вся суть соревнований. Камуфляжная форма, муляжи автоматов и спортивные снаряды. В патриотических соревнованиях принимает участие две команды – саперы и бывалые. Силы, ловкости и смелости у ребят не занимать. Но это не единственные качества, которые сегодня нужны будущему солдату, считает директор училища Юрий Жданов. Наш главный критерий – любит Родину или нет. Это основной критерий – духовные качества. Ну а потом будем смотреть физические, моральные, выносливость, все остальные качества у нас расписаны. Подготовку будущих защитников Отечества педагоги считают необходимой. Дать ребятам основу службы в армии, заняться их патриотическим воспитанием и физической подготовкой на уровне учебного заведения – основная цель соревнований. Идея проведения данного мероприятия, оно витало в воздухе, потому что вроде в мире не очень спокойно. И подготовка ребят к службе в армии – это, мне кажется, одна из основных задач ущебных заведений, в том числе и нашего учебного заведения. Нравится такая идея и самим учащимся. Некоторые уже успели отдать долг Родине и теперь передают полученные навыки своим товарищам. Нравится нам это, как патриоты. Я сам как в армии служил уже. Ребятам обучаю, если подсказываю что-то, если что-то не знаю. Ребят приготовил, думаю, первое место занять. По итогам состязаний с отрывом в два балла победила команда «Саперы» первого курса. Ребята доказали, что к службе в вооруженных силах готовы и смогут защитить свою Родину.